Доброе утро всем ранним пташкам! Я Юлия Север, вновь призываю, Самара, подъем! В эфире самая полезная, добрая, веселая, яркая утренняя программа. Начнем новый день вместе! Доброе утро! Доброе утро! Существует множество способов привлечения денег. Одни связаны с самовнушением, другие учат правильному обращению с купюрами, а третьи напрямую связаны с магией. Советов много, однако знают о них не все. Первое золотое правило – никогда не оставляйте свой кошелек пустым. В любом случае в нем должна быть хотя бы одна монетка. Лучше, если она будет счастливая. А еще лучше, если это будет купюра крупного достоинства зеленого цвета. Никогда не кладите купюры в бумажник мятами. Это еще одно из основных правил хранения денег. Также не стоит хранить купюры в одном отделении с монетами. Этим вы оскорбляете деньги. Заведите привычку класть банкноты одного достоинства рядом друг с другом, а медные монеты в отдельный кармашек. Нежелательно складывать купюры пополам. Деньги от вас отвернутся. Приучите себя расправлять банкноты и, если это возможно, класть их в бумажник так, чтобы лицевая сторона была направлена к вам. Кстати, цвет бумажника тоже имеет большое значение для вашего финансового благосостояния. В кошельках зеленого, синего, серебряного цвета деньги долго не задерживаются. А вот бордовые, красные, черные, коричневые, малиновые портмоне наоборот позаботятся о вашем капитале. Много правил связано с тем, как занимать и давать деньги в долг. Прежде всего, старайтесь почаще занимать другим, а самому брать пореже. Однако не занимайте деньги во вторник, всю жизнь в долгах будете, а сами не давайте в долг в понедельник. Не стоит брать в долг, не отдавать деньги вечером, иначе они просто перестанут у вас водиться. Еще одним надежным помощником в денежных делах является манка. Можете насыпать ее в свой бумажник, чтобы денежки приманивало. Есть и другой вариант. Выберите любой престижный банк и незаметно по дороге домой сыпьте манку от банка вплоть до двери вашей квартиры. Способ проверенный, однако подходит лишь тем, кто действительно верит в чудеса и приметы. Ко всем этим советам можно отнестись по-разному. Кто-то к ним прислушается, кто-то отнесется с юмором и даже скептически. Однако, кто знает, возможно, придерживаясь этих элементарных правил, деньги и вправду поплывут к вам в руки. Попробуйте! Доброе утро! Всем известно, что у природы нет плохой погоды. Но почему-то, когда зимой идет дождь, это никому не нравится. Противоречивые мы существа. Какие сюрпризы заготовила для нас погода, узнаем сейчас. Спонсор прогноза погоды – аптека.ру Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру Аптека.ру. Всегда выгодно. Во вторник в Самарской области пасмурная погода. Попеременно будут идти дождь и снег. Температура воздуха в дневное время минус 2, плюс 1 градус, ночью 0, минус 2. В Сызрани пасмурное небо, дождь и снег. Днем 0 градусов, ночью минус 2. Ветер северо-западный. Скорость 8 метров в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, осадки в виде дождя и снега. Днем 0, температура ночью минус 2 градуса. Северо-западный ветер 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно небольшой снег. Днем минус 1 градус, ночью минус 2. Ветер северо-западного направления 7 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru На календаре 8 декабря. Как сегодняшний день отмечен в истории нашего города, сейчас расскажу. 8 декабря 1856 года построены часовни на источнике для освещения воды. Она принадлежала Бузулукскому Спасо-Преображенскому монастырю. 8 декабря 1972 года самарский губернатор Аксаков ушел со своего поста по домашним обстоятельствам. Григорий Сергеевич остался в Самаре и как частное лицо занимался благотворительностью. 8 декабря 1930 года в Самаре открыт театр юного зрителя. Ну а в 90-м году в Сызрани создан татарский культурный центр «Кугантел» и переводится родной язык. При центре открыта воскресная татарская школа. Должна признаться, лично я сегодня встала с трудом, но мысль о том, что на мне лежит ответственность разбудить еще и вас, дала о себе знать. Встала-то встала, а вот проснуться, как говорится, забыла. Знаете, что мне помогло? Записывайте совет. Встаешь вот так, плечиками назад, голову лево-вправо, потом небольшие наклончики. А вы что думали? Америку для вас открою. Только зарядка поможет придать бодрости с утра. Доброе утро! Итак, начинаем упражнение с ходьбы на месте. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, закончили. Руки на пояс, прыжки вокруг ориентиров. И раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, закончили. Умнички. Руки за голову. И на пяточках. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Голову вниз не опускаем. Молодцы. Умнички. Закончили упражнение. Руки на пояс. И с высоко поднятыми ножками. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Умнички. Руки опустили вниз. Исходное положение ног. Основная стопка. Вращение головы. Приготовились. И раз, медленно. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Умнички. Итак, приготовились. На счет восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь. 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 Закончили. Молодцы. Исходное положение. Лежа на полу. Руки назад. Лежки вместе. Упражнение горка. И раз. Горка. Два. Раз, два. Горка. Раз, два. И раз. Горка. Два. Раз. Горка. Вместе ножки. Два. Раз. Два. И последний раз. Горка. Два. Умнички. Поднимаемся. Следующее упражнение. Прыжки с ходьбой вокруг ориентира. Считаем на счет один восемь. Начали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть. Семь. И на свое место. Упражнение на восстановление дыхания. Приготовили ладошки. Вдох носом. Молодцы. Выпрямились. Еще разочек. Ладошки. Ручки приготовили другую. Вдох носиком. Молодцы. Последний раз. Ручки опустили вниз. На этом наша зарядка закончена. Доброе утро. Просыпайтесь, улыбайтесь за окном. Новый день и пришла пора узнать, что нам обещают сегодня звезды. Овнов сегодня ожидает приятный сюрприз во время служебной поездки. В дороге встретите старого знакомого. Птицы сегодня будут придирчиво оценивать всю поступившую информацию, чтобы не стать жертвой провокации. Близнецы сегодня займутся повышением своей самооценки. Стоит почитать научную литературу. Раки сегодня проявят колоссальное упорство в доведении до финала своей задумки. Вечером вас ожидает семейный банкет. Львы 8 декабря вступят в конфликт с кем-то из родственников. Каждый из вас должен остаться при собственном мнении. Где вам сегодня не рекомендуется принимать близко к сведению критику, это всего лишь зависть из-за ваших успехов. Весам день доставит много хлопот и волнений. Настройтесь на позитив, и все будет хорошо. Скорпионам стоит отказаться от повышенной деловой активности. Ваши начинания столкнутся с препятствиями. В жизни стрельцов в этот день появится некая фигура из прошлого. Не исключено, что вам позвонит бывшая пассия. У козерогов этот день пройдет без примечательных событий. После работы организуйте небольшой семейный ужин. Водолеи сегодня, узнав о приближающейся премии, приступят к своей работе с удовольствием. Ну и, наконец, рыбы в этот день будут сталкиваться с загадочными событиями. Не ищите скрытый смысл в череде случайностей. Каждый диетолог скажет, что завтракать необходимо. Рада, что это понимают наши телезрители. Каждое утро мы ждем от вас фотографию с вашим рецептом вкусного, а главное полезного завтрака, который вам необходимо выложить в инстаграм, подписать хэштег гиззавтрак. И все, ежедневно мы будем отбирать самую интересную публикацию и поделимся этим рецептом в эфире. А самым активным пользователям обещаем. Хороший подарок. Сегодня своим рецептом поделится Анастасия Ушакова. Рецепт фирменный, отмечает она. Готовить будем омлет на подстилке из сыра в духовке. Мне кажется, это даже звучит вкусно. Нам нужно сыр, помидор, яйцо и молоко. Итак, приготовление. На дно противня или глубокой сковороды выложить порезанный кусочками сыр, так, чтобы полностью закрыл дно. На него положить порезанный кругляшками помидор, взбить яйца с молоком и этой смесью залить предыдущие ингредиенты. Затем поставить в духовку минут так на 10-15. Получается воздушный омлет с сырным коржиком внизу и сочными помидорами внутри. Очень вкусно, уверяет нас Анастасия. Я лично уже завтра этот рецепт испытаю на себе. Омлет люблю в любых его вариациях. Попробуйте и вы. Приятного вам аппетита. Знаете, каждый раз, когда Юлия Черняева приезжает со съемок рубрики «Полезный завтрак», я пытаюсь у нее выбить рецепт блюда, которое они готовили. Она молчит, как партизан, мол, смотри вместе с телезрителями в эфире. Не знаю, как вы, но я лично буду с неподдельным интересом наблюдать. Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Хороший день начинается с хорошего завтрака. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня мы опять продолжаем радовать и баловать вас вкусным, а самое главное, полезным завтраком. Что-то очень сытное приготовим сегодня. Следите за нашей программой. И сегодня с нами здесь шеф-повар ресторана «Морковный заяц» Дмитрий Перов. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня прям замахнулись на что-то очень питательное и вкусненькое. И полезное – это салат из тыквы и тропическим соусом. Ну, и еще какие-то семечки там лежат. Тыквенные семечки. Тыквенные семечки. Тыква у нас непростая. Сегодня, так понимаю, печеная. Да, мы ее запекли в фольге в духовке 10-15 минут с температурой 180 градусов. Салат у нас тоже непростой. Айсберг и лоло-росо. Говорят, что лоло-росо горчит немножко. Это так? Ну, немножко горчит, но мы добавим соус, и поэтому мы уберем этот вкус. Лук у нас тоже непростой, красный. В чем прелесть? Ну, он сладкий и не будет горчить. Заправка из чего? Заправка манго, хлопенье и оливковое масло. Вкусняшка. Приступаем. Так, с чего начнем? С чего приступим? Рвем салат. Именно рвем. Почему? Ну, чтобы не поймать сюда. Тарелочка у нас красивая, квадратная. И выкладываем сразу, да? Нет, мы сейчас туда замес делаем. Замес, мы делаем замес. И, соответственно, тыкву мы тоже будем резать кубиком. Мы ее украсим веером. Веером. Так, выкладываем наш лук в салат и в помидорчик. Перемешиваем. Выкладываем тарелку. Выкладываем. Выкладываем? Да. Просто так. Что делаем теперь? Тыкву нарезаем. Тыкву мягонькая. Веером. Это прям критично, принципиально или нет? Можно, конечно, в домашних условиях сделать. Кубиком все перемешать. Ну, вот такое вкусное, самое главное, полезное салат у нас получился. Тыква, микс-салат, помидор, лук и семечки тыквы. Очень вкусно и питательно. Самое главное, для тех, кто следит за своим питанием, сидит на здоровой какой-нибудь диете или просто соблюдает Великий пост, вот вам, пожалуйста, быстро и очень, мне кажется, замечательно. У нас красивое самое главное вышло. Правда, Дмитрий? Да. Приятного аппетита. Напоминаю, что сегодня 8 декабря, приближается один из самых главных и радостных праздников – Новый год. Не открытьте, что этот праздник особенно любим детьми. Это понятно. К детям приходит Дед Мороз и Снегурочка. Когда мы становимся взрослыми, они как будто забывают наш адрес. Хотя ладно, подарки ведь они дарят только тем, кто хорошо себя вел. Не каждый взрослый может похвастаться отличным поведением. А вот дети, они молодцы. Они помогают нам делать рубрику «Есть мнение». А что значит хитрый человек? Хитрый – это когда один человек хитрит, обманывает, а другой тоже его хочет обмануть, но тот хитрее. Ну это, значит, он хитрит. Хитрый человек – это значит, он обманывает другого человека. Это который обманывает. Хитрый человек – это когда не говорит другому человеку что-нибудь. Хитрый человек, а он все кладет. Это как живое обманывают. На Нового года остается 24 дня. Нам стало интересно, готовятся ли жители Самары к этому празднику. Можно было, конечно, этот вопрос оставить риторическим, но мы решили взять микрофон, камеру и задать вопрос напрямую. Вы уже начали готовиться к Новому году? Да, ну как сказать, так более-менее. Ну так, немножко. Конечно. Пока еще нет. Естественно, пенсионеры всегда заранее начинают. Пока еще нет. Еще нет. Да, ждем Деда Мороза. Да, готовлюсь. Пока нет. Ой, доченька, не 80 лет. Ну подготовка-то идет. Да ну конечно идет. Как же огуречки квашеные, помидорка, капусточка. Совсем скоро мы будем принимать от вас поздравления с наступающим Новым годом. Ловите наших корреспондентов на улицах города. А также напоминаем, что если у ваших близких, родных, руководителей или подчиненных сегодня праздничный день, смело присылайте нам его фотографии и поздравительный текст, а мы с радостью передадим ему праздничный привет. Ваши заявки ждем на нашем адресе с пометкой «Самара.Подъем», а также в группе ВКонтакте. Сегодня с рождением сына поздравляют друзья Натальи и Романа Ивановых. Пусть этот маленький ангелочек сделает вашу жизнь ярче и счастливее. Мы присоединяемся к поздравлению. Это самое волнительное и радостное событие для любой семьи. Будьте счастливы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Доброе утро! 8 декабря на календаре. Что произошло в городе к этому дню узнаем через пару минут от корреспондентов программы «События».